На моем канале довольно мало свинины, но почему бы ее не сделать в виде моего, наверное, не самого любимого блюда, но одного из любимых, потому что я обожаю капусту кимчи и каждый раз жена ругается, говорит, что у нас открываешь холодильник, воняет чем-то как таким проквашенным каким-то, я говорю, это капуста кимчи. Наша, конечно, российская, русская капуста не такая вонючая, но если мы не говорим о серой капусте, то корейский вариант, конечно, ю-ху. Итак, у меня свининка, значит, было немного вариантов в магазине, чтобы выбрать что-то подобное, но я планировал использовать филе с малым количеством жира. Для свинины тушеной с капустой кимчи два лагеря, так скажем, вернее, люди делятся на два лагеря, одни говорят, надо использовать только грудинку, прослойки жирок, прослойки жирок, сало там и так далее. А вторая часть говорит, нет, давайте будем использовать только филе. Значит, почему я еще использую филе, в конце ролика вы поймете, я потом в конце объясню, почему именно филе я использую. Ну, это не филе, это карбонат, как вы уже поняли, только он нарезанный, ну, вот такие вот слайсы, чтобы уже не зачищать там, не обрезать ничего, а использовать в готовом виде. Итак, значит, мясо я нарезал вот так вот вдоль, на две части, да, разрезал. Теперь вот эти все мясные части, вернее, все мясо, я режу поперек, у меня получаются кусочки, ну, там плюс-минус, да, вот такого вот размера. Во-первых, быстрее протушатся, во-вторых, удобно есть палочками, да, рецепт любой азиатской стороны должен быть заточен на то, чтобы это блюдо можно было и удобно было есть палочками. Ингредиентов здесь немного, потому что блюдо такое народное, причем очень популярное здесь в России среди российских корейцев. Как звучит российских корейцев? Сразу сковородочку на полный газ, разогревается сковорода вместе с маслом. Масло не жалеем, но и не перебарщиваем, у нас нет фритюра, да, у нас должен быть, должно быть достаточное количество масла. Пока масло нагревается, я режу лук. Луковица у меня крупная, режу вот такими вот арбузными дольками или еще, или еще это называется перьями. Многие шеф-повара, однажды мы столкнулись на проекте Мастер-шеф, интересы такие говорят, перьями, вот, и значит, и мне шеф-повар, да, объясняет, типа, чувак, вот это полукольцами, когда мы режем вдоль, вот, значит, вдоль волокон, да, перпендикулярно движению, значит, вот этой шкурки. Это полукольца. Я говорю, да, согласен. Он говорит, а если мы вдоль шкурки режем, это перья. Я говорю, слушай, не может такого быть, ну вот смотри, вот это похоже хотя бы каким-то отдаленным образом, ассоциативно на перья. Но никак не вдоль нарезанная штука. В общем, если у вас есть какое-то особое мнение по поводу перьев, то, пожалуйста, черканите. Мне будет интересно рассмотреть, почитать. В общем, никуда не торопимся, да, масло нагревается, но что нам свинину нужно обжарить хорошенько, до колера. Только тогда у блюда появится вкус. Но он и так у него появится, потому что как только мы добавим кимчи, все появится сразу. Появится, брат, вкус, кимчи будет вкусный. Свинина. Все, свинину распределяем, соли никакой не добавляем. Пусть она с одной стороны прихватится, не надо мешать там ее. Когда вы мешаете мясо, которое упало на сковородку, мясо крадет температуру. Поэтому вот так оставляем пока, ничего не делаем. Капуста кимчи. Режем поперек волокон. Не нужно мельчить, но и не нужно кидать туда крупные вот такие вот куски, да. Так вот, чтобы у нас было за что ухватиться палками. Качерыжку не выкидываем, а тоже отправляем туда же. Смотрим, что у нас там. О, подрумянились кусочки. Отлично. Вот здесь вкус. Как только свинину перевернули, сразу сюда отправляем лук. О, острая какая капуста. Еще очень важный один элемент. Вообще, когда традиционно готовят это блюдо, оно готовится вот, вы видели, ингредиентов минимум. Но мне не нравится, когда свинина протушивается, сок от капусты отделяется. У нас получается так. Свинина отдельно, все остальные ингредиенты отдельно, потому что углеводов нет никаких. Поэтому крахмальчик немножечко оп! Колодезной водицей от нашего любимого спонсора. Аквафор. Фильтрованную водичку сюда. Я буду делать затяжку для всей воды и соуса, который образуется у нас при тушении мяса. А так, как я уже не раз говорил, если вы используете воду в еду, ну, будьте добры, используйте фильтрованную. Она же полезнее и правильнее. Тем более, что никто же не запрещает по ссылке в описании перейти, посмотреть, купить себе вот такой кувшинчик. Да, вроде денег недорого, а кайфушка настоящая. Используйте воду. Ну, картриджи, правда, менять, но мы же, как сказать, мы же не любим, чтобы нас что-то заставляли делать. Картриджи. У меня, например, мама там, если я к ней не приезжаю, она может год не менять картридж. Я говорю, мам, ты чего картриджи не меняешь? Чего их менять? Нормальная вода, так, все, хорошо, он фильтрует. Ну, в общем, лучок у нас со свининкой слегка обжарился. Теперь сюда я отправляю капусту кимчи. Обязательно все с доски нужно соскрести. Вот эти все ништяки и чили перец, который остается у нас. Все туда, все туда. Ничего не выкидываем. Значит, количество произвольное. Мне нужно перебарщивать с капустой кимчи, она острая и кислая. Будет сильно много, еда будет вся такая, очень кислая. Я однажды в Казахстане, в каком-то корейском ресторане ели мы там, что мы там ели? Разные корейские специалитеты. Уточнять не буду. Но и в том числе была вот такая вот свинина. Я понимаю, что, наверное, корейский вкус и так далее, блин, ну, сильно кисло и сильно остро для русского человека не лады. Чесночок обязательно добавляем, перемешиваем. И почему, например, я добавляю такое количество, ну, то есть, большое количество лука? Да потому что это кислая. Капуста кислая, а лук нам даст сладость. Соус от капусты кимчи обязательно выливаем вот сюда. И совершенно небольшое количество воды промываем. смываем все самое вкусное. Отправляем сюда, да. Теперь закрываю все это фольгой и на 20 минут на слабом огне забываю. Пусть тушится и все ингредиенты насыщаются вкусом квашеной капусты кимчи. О! Из мяска сок потек. Все это протомилось по-настоящему. Фольгу можно выкидывать. Теперь давайте поглядим, что у нас в сковородке. Мы видим свинину и видим жидкость. И они у нас отдельно. Вот так, по идее, и надо было бы вместе с рисом подать свинину. Вернее, это легендарное корейское блюдо на стол. Но мне так не нравится. Поэтому у нас здесь и есть затяжка. Так, надо попробовать по соли. По соли там всего достаточно. Поэтому аккуратно поднимаем крахмал со дна. Делаем чуть-чуть больше огонь. И начинаем вливать сюда корнмилк, как говорят мои друзья шефы. Вот смотрите, что у нас происходит. Опа! И у нас сразу же весь соус, сок, острота обволакивает мясо. Чуточку еще крахмальной воды и немножко еще воды без крахмала. Хочу соуса больше. Опа! Вот теперь то, что надо получилось. Да, хочу уточнить, ничего не меняется в этом мире. Вкус остается тот же самый. просто появляется густота в соусе и обволакивание каждого кусочка мяса. Растушенная капуста, лук, все на месте. Да, еще очень важно, если вы получили, вернее, купили капусту белого цвета, не красного. Знаете, кто-то добавляет много чили перца, переваривает, вернее, перекручивает все это получается такого капуста красноватого цвета. А есть кто-то вообще не парится и не добавляет даже паприки. Капуста получается белого цвета. Тогда у вас и свинина будет белого цвета. Вон, посмотрите. Видите, как каждый кусочек в соусе стал. Каждый кусочек блестит. Блюдо корейское, технология китайская. Но, я же говорю, ничего не поменялось, а оно стало просто в разы вкуснее. В разы, реально. Вот каждый, кто это будет... Ой, у меня аж слюна потекла. Так, теперь подаем с рисом. Рис какой-нибудь длиннозерный, басмати, или же можно использовать жасмин. Очень хорошо получается. Да, в принципе, вообще можно любой рис. Просто длиннозерные сорта риса имеют яркую ароматику и они рассыпчатые. хотя, опять же, как сварить. Рис я сварил заранее. Я надеюсь, вас не нужно учить варить рис, тем более, что у меня ролик такой есть на канале. Берите и вперед. Теперь свининку вместе с капустой. Видите, как она по текстуре отличается от привычной нам корейской еды. Пробовать нужно палочками, да? Палочки у меня, где палочки? Вот у меня палочки. Одноразовые не буду искать лазить. У меня есть многоразовые, которые моются и в чехольчике находятся. Я, конечно, честно признаюсь, в процессе пробовал и могу сказать, что лично мне блюдо зашло. Прям реально. Радуюсь я за капусту кимчи. Потому что от того, насколько она кислая, острая, ароматная, зависит, какое блюдо получится. В сыром виде есть. Я люблю ее, чтобы она была ядренно-острая. У меня есть перчики перепире. С рынка приношу, попрошу ее всегда залить побольше рассолом. Перчиков добавляю, она у меня настаивается. Ух, становится. Вот эту я сегодня брал у корейцев, потому что там, где я беру, той женщины не было. Она оказалась другая, но вы знаете, я доволен этим блюдом. Прямо реально доволен. Рис прикольный. Я его сварил заранее, он такой подсох, такой упругий. Стало интересно очень. Блюдо совершенно простейшее. Вы видели, да? рис свинина, кимчи, лук. Ну, хорошо, крахмал с водой и огурчик на украшение. Огурчик можно свеже поставить, нашинковать соломкой такой, да? И в прикуск люди будут брать, прикусывать, чтобы охлаждать пыл и остроту чили перца. бомба. Ну, друзья, бомба вообще. Если вдруг вы до этого не использовали капусту кимчи, не пробовали ее, обязательно найдите корейцев, желательно несколько в своем городе. Корейцы есть везде. И корейская кимчи тоже есть везде. Нужно найти корейцев и у разных попробовать, понять, какая кимчи для вас вкуснее. Реально, все делают вкусную кимчи, пока вы не сравните несколько, не поймете, какая для вас вкуснее. А дальше в путь открывайте новые горизонты с корейской кухней. Да и так просто ешьте, она такой аппетит вызывает. Кайфуйте, ставьте лайки, пишите комменты, что нравится, что не нравится. Будем двигаться дальше и кайфовать. Пока!